Успокойся, сказал ей ангел, где ты стоишь, тут и увидишь его. То есть он впоследствии будет разделять с тобою одни и те же христианские верования. Святой Евагрий сам сообщает об одном бывшем ему сне во время сильного искушения, переживавшегося им. Чувственная склонность к жене одного знатного гражданина в Константинополе. Бог сжалился, рассказывает он надо мной, и послал мне сон. Я видел себя в глубоком и темном подземелье, и мне явился ангел и сказал, здесь ты погибнешь, если сейчас же не убежишь. Поклянись мне святым Евангелем завтра оставить город, и я помогу тебе бежать. Я поклялся и проснулся. Но по пробуждению в моих ушах стояли еще слова, здесь ты погибнешь. Святой Евагрий бежал в Иерусалим и победил свою склонность. На далеком востоке, на границах Китая, в городе Кяхте, проживает еще и ныне одно семейство, среди которого произошло поистине замечательное чудо милости Божией, и спрошенное молитвами кронштадтского пастыря отца Иоанна. Сестра консула, состоящего на русской государственной службе, страдала долго и глубоко тяжким недугом, от которого, по-видимому, не было никакой надежды когда-либо избавиться. Болезнь была столь тяжко, что страдалица замыслил даже отравиться. И вот под влиянием этой страшной мысли ей снится сон. Видит она себя на краю мрачной и ужасной бездны. Желала бы она уйти от нее, но какая-то роковая сила толкает ее вперед и влечет в пропасть, откуда нет спасения, и где ее ждет неминуемая смерть. Ужас овладевает страдалица, и холодный пот выступает на ее лице. Сердце ее трепещет от смертельного страха, но почва колеблется под нею, и она чувствует, что ноги ее скользят к самому краю бездонной пропасти, над которой расстилается зловещий мрак, а в глубине бурлит и клокочет целый ад. Наконец она теряет под собой почву, и тело ее повисает в воздухе с тем, чтобы стремительно ринуться в объятия смерти, широко распахнувшись в свой ужасный зев. Спасения, по-видимому, нет. И последняя мысль, мелькнувшая в ее сознании, была о Спасителе, распятом на кресте. В то же мгновение, точно в облаках, появился перед ней священник с печатью кротости и милосердия на селе. «Именем Спасителя нашего даруется тебе жизнь», проговорил он. И могучий твердой рукой схватил ее, опять поставил на твердую почву. Затем он показал ей до того незаметную тропинку, по которой она могла бы удалиться от бездны, и напутствовал ее такими словами «Иди и воздай благодарение Богу за дарованное тебе спасение». Проснувшись, страдалица рассказала брату и всем своим близким о своем чудном сне, причем с подробностью описала виденного ей во сне священника, образ которого резко запечатлелся в ее воображении. Кто таков был при видевшейся ей священник, на это никто не мог дать объяснение. Прошло некоторое время после этого сновидения. Все посторонние забыли о нем, да и сама страдалица все меньше и меньше вспоминала о нем, хотя и таила в душе убеждение, что вещи сонные должны иметь какое-нибудь особенное значение. И вдруг совершенно случайно ей довелось увидеть портрет отца Иоанна Кронштадтского, о внешнем виде которого она до того времени не имела никакого понятия, хотя и многое слышала о нем, так как слухом о нем помнится вся русская земля. Представьте же и ее, и всех близких ее удивления, когда в портрете отца Иоанна она узнала того самого священника, который спас ее от гибели в ее сновидении. Она немедленно же телеграфировала отцу Иоанну в Кронштадт, прося его молитвы и ходатайства перед престолом царя царей. Отец Иоанн не замедлил исполнить ее просьбу, отслужил молебен о ее здравии, о чем и уведомила ее своевременно. С тех пор неизлечимая болезнь, грозившая неизбежной смертью страдалицы, приняла благоприятный оборот. И в скором времени больная окончательно выздоровела. Она была так признательна, что по выздоровлению не устрашилась далекого, долговременного и трудного путешествия. И вместе с братом приезжала из Кяхты в Кронштадт, чтобы лично поблагодарить доброго пастыря, испросившего ей своими молитвами милосердие Божие. Сюда же принадлежит сон Грачева в связи с его чудесным исцелением, взволновавший недавно Петербург. В городе Санкт-Петербурге, на так называемой Петербургской стороне, в приходе в ведение во храм Пресвятой Богородицы у супругов Грачевых 3 декабря родился сын Николай, наименованный так в честь святителя и чудотворца Николая, ближайший к всему числу празднуемого церковью 6 декабря. От самого рождения Николай был слабый и больной ребенок до 7-летнего возраста, не ходил и вообще перенес в детстве много болезней. В 1886 году одновременно скончались родители Николая, и он остался на попечении сестры своей благочестивой молодой девицы. В день похорон матери сделался с ним первый припадок подучей болезни. И он стал подвергаться припадкам вначале редко, затем все чаще и чаще. Во время этих припадков он постоянно подергивался и надувался, истерически рыдал, его ломало, изгибало, подбрасывало, иногда на поларшина, сбрасывало со стула, с кровати. Тело его принимало, говорит сестра, такое неестественное положение, что можно было усомниться, есть ли у него кости. Благочестивая, любящая сестра его употребила всевозможные средства к его излечению, и все они были напрасны. Длинная и тяжелая история его лечения подробно сообщается в собственноручном свидетельстве сестры. Восемь разных врачей разными способами лечили его. И аланнопатия, и гомеопатия, и терапевты-психиатры употребляли морские ванны, и дома лечили, и клали в лечебнице. В шесте врачей указывается первая знаменитость медицинской науки в Санкт-Петербурге. Но не только не было исцеления, даже облегчения болезни, напротив, положение больного делалось все хуже. В ноябре 1890 года у больного отнялись руки и ноги. Он был не в состоянии уже принимать лекарства. Припадки повторялись по 6, по 7, по 8 раз в сутки. Единственным избавлением от страданий представлялась смерть. Истощив все средства, видя брата, лежащего без рук и ног, и сестра подумала, что ему уже недолго жить, и пригласила своего духовного отца исповедать брата и причастить святых тайным на путь в своей жизни вечной. В это время полного сознания немощи человеческой и безнадежности болящего Господу, дивному в делах своих, и благоугодно было подать больному свою божественную помощь. Последовало дивное явление ему Царицы Небесной, святителя Николая и еще святого в белом клобуке с крестом. Царица Небесная, обращаясь к болящему, сказала, «Николай, поезжай в часовню, где упали монеты, шестого декабря ты получишь исцеление, но ранее никому не говори». И здесь сколько испытано было недоумений и страхов, прежде чем повеление Царицы Небесной было исполнено. Вот, наконец, шестое декабря в день ангела больного с трудом, с большим, одели, снеслись с лестницы и повезли в часовню. Расстояние от дома жительства до часовни около семи верст. На дороге был с ним припадок, лишь только внесли его в часовню, припадок возобновился. Положили его на пол перед святой иконой. Во время чтения Евангелия больной пришел в сознание, при пении «Нимом и иные помощи», «Нимом и иные надежды, разве тебе, владычица?» Приподняли его и приложили к святой иконе. В ту же минуту он перекрестился и встал на ноги, как здоровый, и еще раз со всем усердием благодарной любви приложился к святой иконе. С тех пор отрок совершенно здоров. Приложение. Как христианин должен относиться к сновидениям? Еще языческие мудрецы различные судили о снах. Один языческий мудрец Протагор говорил, «Каждый сон имеет свое значение, свой смысл, и для человеческой жизни полезно обращать на сны внимание». Другой же языческий мудрец Ксенофан объяснил, «Что все сны пусты и обманчивы, и что заблуждается тот, кто обращает на них внимание и устрояет по ним свои дела». Истину нужно искать в средине, то есть, во-первых, не на все сны надо обращать внимание, но, во-вторых, не все сны надо обращать и обзирать, считать их пустыми. Во-первых, говорим, не на все сны надо обращать внимание. Сам Бог увещевает людей через Моисея не гадать по снам. Левит 19, 26. «Безрассудные люди, говорит Сирах, обманывают самих себя пустыми и ложными надеждами. Кто верит снам, тот подобен обнимающему тень или гоняющемуся за ветром. Сновидение совершенно то же, что отображение лица в зеркале. 34, 1. Большая часть сновствует только естественное следствие возбужденного воображения человека. О чем человек в нем думает, чем он сильно заинтересован, чего он страстно желает или не желает, это и снится ему. Святой Григорий рассказывает об одном человеке, который безрассудно верил с нам и которому во сне обещалась долгая жизнь. Он собрал много денег, чтобы иметь чем благополучно прожить долгую жизнь свою, но вдруг заболел и вскоре умер и таким образом не мог сделать никакого употребления из своего богатства и в то же время не мог взять с собой в вечность никаких добрых дел. следовательно есть много снов пустых и обманчивых, которые ничего не значат и на которые не надо обращать внимания. Но во-вторых, есть и такие сны, которые имеют значение для нас и на которые надо обращать внимание. Укажем для примера на сон Иосифа, одного из двенадцати сыновей патриарха Якова. Иосифу снилось, что он с отцом и братьями жнет в поле пшеницу. Сноп Иосифа стоял прямо, а снопы отца и братьев окружили его и поклонились ему. А этот сон точно исполнился. По истечении некоторого времени Иосиф, проданный братьям в Египет, сделался владыка Египта. И приехавшие в Египет отец и братья его должны были кланяться ему и почитать его. Точно так же сбылся пророческий сон фараона царя египетского. Если бы фараон не обратил внимания на этот сон и не сделал больших запасов хлеба в урожайные годы для городов неурожайных, то он горько раскаивался бы. Жители Египта также отец и братья Иосифовы умерли бы голодной смертью. И многие из людей, а может быть и из находящихся среди нас, имеют причину раскаиваться в том, что не обратили внимания на некоторые сны свои. Вот для примера один рассказ. Один беспутный юноша, не слушавший увещаний своих лучших друзей, направлявших его на другую лучшую дорогу, увидел однажды во сне своего отца, который строго повелевал ему оставить беспутную и безбожную жизнь и жить лучше. Но согласно изречению Иисуса Христа, если не слушает закона, то не послушает и того, кто воскрес из мертвых. Юноша не обратил никакого внимания на свой сон. Тогда он снова видит такой же сон. Ему снова снится отец, который заявляет сыну, что если он не переменит свои жизни, то в такой-то день его застигнет смерть, и он предстанет на суд Божий. Юноша рассказал шуточно о всем своем подобном, о сне своем подобном же ему товарищем, и не только не думал об исправлении жизни, но даже как бы хотел посмеяться над угрозой, полученной во сне. Именно на тот день, в который во сне отец угрожал сыну смерти, он назначил большую пирушку с товарищами. И что же? Среди винопития сына поражают внезапно поплексический удар, и он через несколько минут умирает. Из приведенных здесь рассказов мы видим, что не все сны обманчивы и пусты, есть сны, которые действительно исполняются в жизни. Приведем в заключение несколько советов о том, как нужно относиться к сновидениям. Если сны побуждают нас к добру и удерживают от зла, то считайте эти сны перстом Божием, указывающим нам на небо и отклоняющим нас от дороги к аду. Вот как об этом говорится в одной книге Священного Писания. Бог говорит однажды, если того не заметит в другой раз во сне в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремата на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Иов 33 14 Когда увидишь во сне образ креста, учит преподобный Варсонофий, знай, что этот сон истинен и от Бога, но постарайся от святых получить истолкование значения его, а не верь своему помыслу. Если же вы не уверены, если не имеете разумной причины думать, что сон происходит от Бога, и в особенности если сон касается неважных безразличных предметов, тогда нет надобности обращать внимание на сны и устроять по ним свои действия. Будьте осторожны, дабы обращая внимание на каждый сон не сделаться суеверным и не подпасть опасности согрешить. Если наконец сон соблазняет человека на грех, то он есть следствие нашего испорченного расстроенного воображения, нашей фантазии, или же он происходит от того, от кого да сохранит нас Бог своей благодатью, то есть от дьявола. Протоиерей Григорий Диченко. Взгляд на вещи сновидения под именем вещих снов в тесном смысле разумеется сны с предвещанием или предсказанием будущего, а в широком смысле все необыкновенные правдивые или имеющие смысл и значение сны, в отличие от обыкновенных, как пустой игры воображения, неуправляемого разумом. Так нередко случается во сне находить разрешение научных, философских и других задач, неразрешенных днем. вспоминать о событиях и лицах давно забытых, получать сведения о вещах затерянных, еще поразительней, хотя и реже, сны с предсказанием прямым или символическим под покровом образа будущего, каковы грозящие спящему или знакомым ему лицам опасность, грозящая болезнь, смерть, а также очень редко особенно поразительные сны с живым изображением отдаленного будущего всей судьбы человека в подробностях. Нашим читателям уже известны многие подобные сновидения. Многие известные снов или правдивые гипнотические галлюцинации в психологии объясняются действием во сне воображения, случайным произведением механического движения, представлений по законам ассоциации, оживлением во сне памяти, усилением внутреннего органического чувства, воспринимающего все совершающееся в организме и незамечаемые наяву процессы, как начало болезней и тому подобное. Но многие сны не укладываются в рамки этих объяснений и предполагают в качестве своей основы существование в нашей душе особенных свойств и способностей, так называемых магических, как ясновидение, прозорливость и тому подобное, не проявляющихся вполне в бодрственной жизни души. Ни одни последователи мистической философии Шерлинга и непростые любители чудесного, но в настоящее время и научная психология и многие серьезные богословы допускают существование в душе нашей большого запаса сил, большего, чем какой нам известен. Душевная жизнь, как для всякого заметно, заключается в двух взаимно сменяющихся или чередующихся состояниях бодрствования или полного сознания и в состояниях бессознательных и полусознательных, как сон, экстаз, безумие и тому подобное. В душе, короче сказать, две стороны, светлая, освещенная сознанием, как бодрственная нормальная ее жизнь, и темная, лежащая за порогом нашего сознания, неведомая, таинственная, населяемая часто призраками испуганного воображения, невежественной фантазии, как жизнь души во сне, в обмороке, особенно в отдельности от тела, за гробом. Известный богослов Делич в своей системе библейской психологии проводит именно этот взгляд и справедливо говорит, что роковая ошибка большей части современной психолога в том, что они ограничивают душу и ее жизнь пределами сознания. Но душа, как это теперь начинает более и более признавать, заключает в себе гораздо большее богатство сил и обнимает больший круг отношений сравнительно с тем, чем он может представиться в бодрственной сознательной жизни. Научно-физиологическая в сущности материалистическая психология не хочет, не хочет, видеть в висших снах совершенно новые психологические факты, выходящие за пределы подлежащего ее ведению круга явлений психической жизни. Она пускает в ход все средства, завещанные ей еще Аристотелем, к доступному ей объяснению этих и других загадочных психических фактов из законов элементов изучаемой области психических явлений и старается во что бы то ни стало и вещи сны разрешить в явлении этой категории. А образованная масса, пробавляющаяся предрассудками своей среды, без всякого критического к ним отношения вслед за наукой и как бы от имени ее, поставляет в особенную честь своего образования повторять и провозглашать на разные лады общеизвестный популярный взгляд на пророческие или вещи сны, что вера в них есть остаток первобытного, грубого и унизительного суеверия и недостойно даже опровержения и обсуждения. Это уже прибавляется сверх науки. Оценка этой популярного этого взгляда на вещи сны и выяснение должного к нему отношения составляет безотлагательную и прямую задачу прежде всего христианской апологетики ввиду его очевидного отношения к христианской религии. Этому столь ясно выраженному и смело выдвигаемому популярно научному воззрению на пророческие сны противостоит столь же ясно выраженное древнее воззрение на пророческие сны в Библии. Вера в пророческие сны несомненно, как и во всех религиях исторических христианской религии является одним из составных ее элементов, правда, не имеющим догматической важности, но зато важным в другом отношении. Во-первых, Библия, которая из слова самого Бога, признает существование пророческих снов и заключает в себе 27 снов этого рода. Во-вторых, она рассматривает пророческие сны как один из многочисленных способов божественного откровения людям общения божества с людьми. Этого достаточно, чтобы вопрос о снах пророческих получил в глазах всякого понимающего дела, не только научной, но и религиозной важности. Именно ввиду вышеуказанного популярно научного воззрения на пророческие сны и приговора науки над верою в них, в силу которого она объявляется суеверием. Какие выводы из этого следуют, можно было бы и не говорить, но всякий доверчивый к науке про себя, конечно, должен будет сделать вывод. Значит, христианская вера поддерживает и распространяет суеверие. Возможность же и даже неизбежность такого вывода для богослова делает обязательным решение вопроса «Есть ли вера в сны суеверие и провали в своем воззрении на нее наука?» Решение этого вопроса для апологетической богословской науки становится насущной задачей, указывая на противоречие веры в сны с наукой и важность ее в общей системе верований христианских. Многие, выражаясь вульгарным языком, бросают перчатку христианским богословам апологетам, как бы приглашая их этим самым оправдать и так или иначе объяснить это библейское воззрение на пророческие сны. «Вера в пророческие сны», говорит один из таких писателей, «не только не отвергается в христианской религии, но эта религия даже предполагает ее как составную часть своего учения». Если в настоящем столетии эта вера отчасти ослабела, то это не вследствие сомнений в существовании твердых оснований для нее в священном писании, а вследствие общего упадка догматизма, который характеризует наше время. Указав на некоторые библейские пророческие сны, автор продолжает, «Но из всех снов, передаваемых священными писателями, первый по своей несравненной важности и очевидно божественного происхождения есть тот, на котором преимущественно основана сама тайна божественного воплощения». Попробуйте выбросить сон, в котором Иосиф получил извещение о сверхъестественном зачатии Святой Марии от Духа Святого, и эта тайна будет исключительно зависеть от истории о благовещении Архангела Деви Марии, по необходимости передаваемой самой Девой Марии. Но в таком щекотливом случае по очевидным основаниям не может быть абсолютно достоверного показания. Это еще не все. Именно во сне маги были предупреждены о козне Хирода, и благодаря та же сну была спасена жизнь новорожденного Христа в общем избиении невинных младенцев. По христианстве таким образом можно сказать, что оно обязано своим существованием небесным откровением, даваемым в сновидениях. И христиане не могут совместно с остальными своими верованиями принимать какие-нибудь теории, ведущие к отрицанию священного и пророческого характера снов. Конечно, здесь преувеличено значение в христианской религии веры в пророческие сны, так как истинное воплощение, что должно быть известно и автору английскому, основывается не на одном приведенном им месте. Но дело не в этом, а в том, что ввиду таких заявлений, как это, вопрос о пророческих снах действительно должен получить весьма большую важность. В апологетической богословской науке рассматриваемый класс загадочных психических явлений представляет не только полемические, но и положительные интересы другой своей стороной и притом не для одного христианского богословия, но и для философии спиритуалистической. Темная сторона душевной жизни вообще заключает в себе много данных, подтверждающих библейско-спиритуалистическое воззрение на душу как субстанцию духовную, самостоятельную и бессмертную, так как факты, относящиеся к этой стороне духовного существования, могут объяснять все удовлетворительно лишь на почве библейско-спиритуалистической, но никак не материалистической психологии. В западной богословско-философской литературе мы находим попытки эксплуатации этой темной стороны душевной жизни в целях религиозно-апологетических, а капитальнейший в этом отношении опыт принадлежит перу ученого протестантского богослова Франца Шеллингербера, воспользовавшегося явлениями сна и смерти для целей религиозно-апологетических. Шплит-Гербер так определяет задачи своего высшей степени интересного ученого труда сон и смерть или таинственная область душевной жизни. Послужит двум основным задачам всякого психологического исследования именно насколько можно глубже заглянуть существо человеческой души и лучше доказать ее вечные назначения. А для этого особенно пригодны сон и смерть вместе с другими аналогичными им явлениями, так как сущность души в этих психических состояниях полнее, чем где-либо открывается, потому что в них душа отделяется до известной степени от телесного организма и погружается в свои собственные внутренние глубины, так что ее можно тогда наблюдать в более ей свойственном виде. В то время как в бодрственном состоянии человека душа действует лишь при посредствии тела, во сне она более или менее освобождается от материальных уз плоти и тогда раскрывает перед нами свои скрытые силы, дремлющие в бодрственном состоянии. Эти силы души однако полнее выражают истинную природу души, чем те, которые проявляются ее в бодрственном состоянии, когда к ее деятельности примешивается посредство чуждой деятельности организма телесного, а потому ничто столько непригодно к опровержению материалистической психологии, как тщательное изучение души во сне и других аналогичных состояниях, когда чище и полнее проявляется ее природа.